Серпуховский городской суд отказался удовлетворить жалобу Александра Шестуна. Глава района просил признать незаконным постановление прокуратуры Московской области об отмене уголовного дела в отношении Ивана Назарова. Согласно материалам следствия, Назаров требовал у главы района 2 миллиона долларов и назначение своих людей на руководящие должности в МУП Серпуховские недра. В ходе расследования этого дела всплыло имя сына генерального прокурора России Юрия Чайки Артема. Планировалось даже допросить его. Большая часть заседания в Серпуховском горсуде ушла на выяснение, уложилась или нет прокуратура в отведенный на обжалование срок. Адвокат Шестуна Марина Варшавская настаивала, что прокурор его пропустил, поэтому его очередной отказ в возбуждении уголовного дела следует признать незаконным. Однако суд не согласился и посчитал, что прокуратура нарушений не допускала. Доводы надзорного органа в целом сводились к тому, что основанием для отмены постановления явился тот факт, что Иван Назаров добровольно отказался от совершения преступления, а значит не подлежит привлечению к уголовной ответственности. Выслушав обе стороны, судья Свизева оставила жалобу Александра Шестуна без удовлетворения. Ну вообще, когда смотришь на этот процесс, то прокуроры ведут себя несвойственно для них, да? Вообще роль прокуратуры это обвинение в процессе. А здесь прокурор в открытую защищают Ивана Назарова. И когда я выходил из процесса, то представитель следственного комитета Ирина Спаская, начальника отдела, послал важным последованием, которое возбуждало дело, она практически чуть не плакала, в шоковом состоянии была, потому что весь процесс, да, их доводы смотрелись просто смешно, абсолютно неубедительно. Все были уверены в исходе процесса, и тем не менее судья приняла подобное решение. Так вот, Ирина Спаская чуть не плакала и говорила, ну как мне дальше жить в этом государстве России? Как, когда на черное говорят, что это белое? Александр Шестун также был весьма удивленный тому, что для простого смертного хватило бы и одной десятой представленных доказательств, чтобы его отправили в тюрьму. Не секрет, что доля оправдательных приговоров у российских судей менее одного процента. Но только бизнесмен Иван Назаров вызывает и у суда, и у прокуратуры какую-то необъяснимую снисходительность. Если выстроить хронологию событий, то вполне можно предположить, что решение Серпуховского суда — это своеобразный ответ на попытку проведения обыска в загородном коттедже заместителя председателя Московского областного суда Василия Гавричкова. Обыск планировалось провести в рамках расследования уголовного дела в отношении сотрудников областной прокуратуры Дмитрия Урумова и Александра Игнатенко. Их подозревали в получении взяток за оказание покровительства незаконному игорному бизнесу от его предполагаемого организатора Ивана Назарова. Адвокаты Александра Шестуна намерены обжаловать решение суда. Между тем, судья Свизева принимает странные решения уже не впервые. Так, в 2010 году Ирина Александровна рассматривала дело об особо тяжком преступлении, связанном с приготовлением с целью сбыта наркотиков в особо крупном размере. При задержании у обвиняемого было изъято 300 граммов фасованных наркотических веществ. За такое преступление ему грозило от 8 до 20 лет лишения свободы. Но что сделала судья Свизева? Она приговорила наркодельца к 5 годам. Условно. Весьма лояльную позицию тогда занял и помощник прокурора Толкачев. Он просил переквалифицировать действия обвиняемого на приготовление к хранению наркотических веществ. А это более мягкая статья. Многие после этого предположили, что деятельность наркодельца прикрывает кто-то в правоохранительных органах. И, конечно же, не безвозмездно. А там, где крутятся большие деньги, будь то наркоторговля или игровые автоматы, закон, к сожалению, бывает бессилен.